У нас хлопок полпятый был такой, как будто на голову что-то свалилось. Как будто полдома отваливается, думаю. Такой взрыв страшнейший. У меня дверь даже с петелью снесло. На доводчике стояла дверь, ну то есть пластиковая. И хлопок, и прям снесло, оторвало. Вот я в этом доме живу. Все машины были как лепешки. Слышал только крики, ну не крики, разговоры людей громкие, полночи. У меня соседей нет, понимаешь? Просто они вчера были, а сегодня нету. Взрыв прогремел в 4.36 утра по адресу 1-й осенний переулок, дом 4. В 4.44 на место трагедии прибыла аварийная служба газа и сотрудники МЧС. На данный момент официальная версия произошедшего – взрыв бытового газа. По прибытии аварийная служба в 4.52 отключила газоснабжение этого дома и предприняла все меры по обнаружению в 50-метровой зоне утечек газа. Утечек газа обнаружено не было. Первый пострадавший был обнаружен через час после трагедии. На месте работали 212 сотрудников МЧС, 3 кинологические службы и 49 единиц техники. С помощью кинологических расчетов двух человек мы нашли живых. И трех человек, которые погибли на месте, тоже были обнаружены с помощью кинологических расчетов. В результате взрыва погибли три человека. 13 обратились за медпомощью. Пять из них госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Взрывная волна была такой силой, что в доме не осталось практически ни одного целого стекла. Пострадали и соседние строения. Квартира, которая стала эпицентром, полностью разрушена. Нет даже стен. По данным на воскресенье, на 8 и 9 этаже пострадало по одной квартире. На 10 этаже пострадало 6 квартир. Жители дома эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения людей. В воскресенье уже начались первые выплаты в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды пострадавшим. Ведется составление реестра на оказание дополнительной материальной помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова